Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Поскольку появилась возможность придать какую-то форму, более-менее правовую, вариантам решения ситуации на Украине. Для нас принципиально важно то, что фактически в Женеве ситуация на Украине признана внутриукраинским кризисом. И там не было разговоров о том, что Москва является внешним фактором, который дестабилизирует, так сказать, открыто ситуацию на Украине. То есть сейчас существует набор вот этих предложений. Это разрушение законных вооруженных формирований, освобождение задержанных в ходе протестов и так далее. То, что должна выполнять, допустим, не Россия, а должна выполнять только Киев. Вот. Насколько это будет возможно выполнить, мне, честно говоря, трудно сказать. Потому что, например, каким образом власть в Киеве сможет разрушить правый сектор, я, честно говоря, не представляю. Или согласится ли Киев на то, чтобы выпустить из тюрьмы народного губернатора Донбасса и разрешить ему вернуться в Донбасс и вести, так сказать, политическую борьбу. Это тоже очень сложно пока представить. Плюс, конечно, появился новый негативный фактор, напрямую не связанный с Женевой. Это то, что с сегодняшнего дня Украина закрыла въезд российским гражданам мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Вот. Пока мы не отреагировали на это, но вполне возможно, что на следующей неделе мы примем аналогичные меры, в результате чего сотни тысяч украинских гастарбайтеров могут остаться на Украине без работы в России. То есть, я был бы очень далек от того, что конфликт начинает быть исчерпан. Я считаю, что сейчас только создана первичная правовая платформа и определены самые необходимые шаги, которые должен сделать Киев. Вот так вот я бы сказал. К нашей беседе подключается Виктор Александрович Кременюк, замдиректора Института США и Канады Российской академии новок. Виктор Александрович, насколько позитивную роль сыграл Джон Керри в установлении диалога между Москвой и Киевом? Вам слово. Добрый вечер. Ну, я не думаю, что Джон Керри так уж старался устанавливать диалог между Москвой и Киевом. Мы и сами можем это делать. Зачем нам нужен Джон Керри? Речь идет просто о другом, то, что говорил коллега сейчас. Плюс к этому, ну, наконец, начали формироваться какие-то рамки контроля над ситуацией. Потому что до сих пор она развивалась иногда спонтанно и, в общем, достаточно непредсказуемо. Были какие-то шаги, шарахания со всех сторон. Какие-то были заявления иногда издавались. Но, в общем, такое впечатление, что заинтересованные стороны, державы, там, и Европейский Союз знают, чего они хотят. И разыскивают или, кстати, определяют механизм, как этого добиться. Этого не было. Наоборот, было такое, ну, иногда ощущение драки такой, знаете, между школьниками. Сейчас, конечно, сойдет, мне кажется, вот эта вот встреча. Она показывает, что нет, что есть вот целый ряд довольно ответственных игроков, в том числе и Штаты, в том числе и Союз, в том числе и Москва, и Киев. И вот они пытаются и сильно сейчас нащупать, какой механизм может позволить, первое, предотвратить, скажем, так сказать, вот такие вот вспышки, или протуберанции какого-то насилия, еще предотвратить вспышки такой неподконтрольности. И второе, конечно, ну, выработать принципы, как можно было бы ситуацию регулировать. Это, мне кажется, очень хорошо. Вопрос Андрея Владимировича. Сегодня был прямой телемост президента со страной. Насколько примирительным был тон главы государства в украинском вопросе? Ну, я думаю, что достаточно была тональность выражена спокойно. В покойных тонах, потому что, ну, во-первых, присутствовал фактор Женева, безусловно. Фактически параллельно шли переговоры в Женеве. Во-вторых, в общем-то, Путин пытался показать, что украинские события, конечно, важны, но страна живет, Российская Федерация живет по своим законам, по своей логике развития, и что население России не должно особенно заботиться украинской проблемой, и что все те социальные вопросы, которые есть внутри страны и прочее, будут решены. Виктор Александрович Кременюков, вопрос. Вам не послушались какие-то антиамериканские нотки в сегодняшней риторике российского лидера? Вам слово, Виктор Александрович. Ну, вы знаете, напрямую я такого не видел, или сказать, что вот, было сказано то-то и то-то. Ну, в общем, конечно, где-то вот то, что говорилось, кстати, об участии других сторон и так далее, ну, имело в себе вот содержание нашей пропаганды последних дней. На эти, когда, в общем, ну, все, что хорошо, это вот мы такие молодцы и так далее, а все, что плохо, это кто-то, кстати, там делает. Вот. Я понимаю, так сказать, каждый лидер, наверное, вот так бы точно и выступал, но все-таки, так сказать, понимать надо, что мы сейчас на данном этапе, вот, совместно с Европой, совместно с Америкой, мы ищем решение кризиса. Кризис достаточно серьезный. Кризис, который, в общем, нас напрямую касается, потому что это соседняя страна, это, так сказать, действительно исторически часть Руси, вот, и здесь что-то такое нужно делать. В одиночку мы это не сделаем, это понятно. Наоборот, это может вызвать новую поляризацию сил на Украине, все антимосковиты или, так сказать, все антирусские объединятся, будут говорить, вот, Москва опять там пытается диктовать и так далее, поэтому лучше здесь многосторонний подход делать. Вот, когда, мне кажется, в какой-то степени понимания вот этой вот проблемы, она проявилась не только вот в том, как говорил Владимир Владимирович, но еще и в том, ну, согласен на Женеву, да, так сказать, то, как там держала-держала вся Россия. Это понятно, что где-то начинает меняться немного наш подход, и мы начинаем понимать, что это часть большой политики, в которой мы пока еще принимаем участие, и в которой без нашего участия практически ничего решить нельзя. Политик Константин Боровой считает, что президент сегодня в очередной раз повторил расхожие пропагандистские установки. К сожалению, президент великой страны повторил пропагандистские установки, лживые, которые уже даже в организации объединенных наций названы были необоснованными фантазиями, причем очень смешно оговаривался. Там несколько есть абсолютно парадоксальных заявлений о том, что никакая военная сила в Крыму не применялась, но да, для войны и изъявления народа были использованы вооруженные силы. При всем желании создать благоприятное впечатление на зрителей, было видно, много раз было видно, что Путин продолжает транслировать очень слабо аргументированную, я бы назвал ее незащищаемую оппозицию. Он сказал, что Россия остается защитником международных норм, правил, хотя речь шла в том числе о соглашениях, гарантирующих Украине независимость и территориальную целостность. Очень снижается уровень, так сказать, дискуссий, и по подбору тех, кто задавал вопросы, а журналистов там не было. Было ясно, что такое выступление означает еще и угрозу, скажем, для оппозиции, для людей с другой точкой зрения. Андрей Владимирович, как Вы считаете, отчасти конфронтационный характер носила риторика российского лидера? Я думаю, что не столько, может быть, конфронтационный характер, хотя я ждал более жесткого выступления, сколько достаточно четкого проведения тезиса о том, что мы и без Запада проживем, в принципе. То есть то, что, условно говоря, нас откуда-то там выгоняют, или там не принимают, ну и бог с ним, типа того. Придет время, мы решим этот вопрос. То есть его комментарии по проблеме ПРО и прочее, они показывают, что, в принципе, он сейчас стоит на такой позиции. Сейчас кризис, есть проблемы, давайте подождем. То есть мы сами торопиться не будем. Мы умолять Запад изменить свою позицию не будем. Я думаю, что вот эта, может быть, менее жесткая риторика связана как раз с тем, что в ближайшие 3-4 дня Запад должен был решить вопрос о введении третьего раунда санкций против России, уже включая экономические санкции. Я теперь, конечно, думаю, что после Женевы это маловероятно становится, но, в принципе, я думаю, что Путин имел это в виду. Вот это, так сказать, и своим достаточно миролюбивым тоном, так сказать, он, ну, показал, что, в принципе, он спокоен. Он спокоен, и его ничем нельзя было раздразнить и так далее и подобное. Вот. И характерно то, что он обошел многие темы, которые для Запада очень важны. Часто и Сирию. Ничего почти не было сказано о Сирии. О других вещах, как в Афганистане, где прошли президентские выборы. Он сконцентрировался только на тех вещах, которые актуальны сейчас для него, как российского лидера. Виктор Александрович Кременюков вопрос. Почему для российского руководства оказались не столь чувствительные санкции Евросоюза и Соединенных Штатов Америки? Виктор Александрович, вам слово. Ну, наверное, вот такой вопрос лучше задать, так сказать, прямо представителям руководства, почему для них. Но я не верю вот в этот, так сказать, тон такой благодушный и так далее. Потому что нашему руководству, как и любому другому руководству, нужно действительно одобрение со стороны других участников внешнеполитической ситуации. Нужно, так сказать, какое-то понимание. Для этого существует МИД, для этого существуют, так сказать, министры, заявления и так далее. И когда вместо этого страна и ее руководство нарываются на нежелание понимать, на единодушное осуждение, когда вслух, так сказать, в ООН там и на других форумах, в Европейском Союзе, даже в ОБСЕ начинают произносить слова, достаточно, я бы сказал, четкие и ясные, осуждающие то, что делает Москва. Ну, знаете, здесь еще раз говорю, можно сколько угодно изображать, так сказать, такой безразличный, подумаешь и так далее. Вот и подумаешь, потому что, еще раз говорю, понимаете, Россия в мире не единственная. Это не Советский Союз авторгический, который мог переносить такие вещи. Это страна, у которой достаточно развитые внешние интересы, и которая прекрасно должна понимать, что эти интересы могут быть подвергнуты каким-то санкциям. Поэтому дело не просто в том, что, ах, вот взяли там какой-то ряд у чиновников наказали. Да их и так накажут, потому что перестанут пускать, так сказать, куда угодно, и в Европу, и в Америку. А в том, что действительно здесь, так сказать, формируется такое представление, когда Запад и даже часть, так сказать, третьего мира не воспринимают и категорически осуждают. Я еще раз говорю, понимаете, у меня это, кстати, тоже не оставляет равнодушно такая ситуация, но я начинаю понимать, что дело даже не в том, чтобы изобразить, так сказать, такую вот позу, так сказать, а нам наплевать. Нет, не наплевать. Нам нужно, так сказать, либо понимание наше, тогда, значит, нужно больше работать и объяснять, в чем дело, но либо, так сказать, какой-то, ну, скажем так, хотя бы меньшая враждебность. А то, что Россия вдруг нарвалась на всеобщую враждебность, когда в Совете Безопасности почти все, кроме одной страны, голосуют против, вы знаете, такие вещи легко не спускаются. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212 вместе с участниками нашей программы. Обсуждаем итоги четырехсторонней встречи в Женеве по вопросу кризиса на Украине. Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. На помощь вместе с нашими гостями обсуждаем итоги Женевской встречи по вопросу кризиса на Украине. Политик Константин Боровой считает, что впервые после Второй мировой войны осуждено введение захватнических войн. Мне кажется, что Путин давно пошел в разнос позиции, которые он занял, действия, которые он совершил, незащищаемы. Ни из какой, так сказать, ну, сколько-нибудь здравой позиции. Недаром так много говорят об ассоциациях с тем, что происходило в Германии и тем, что делал Гитлер. Не о соблюдении международных соглашений, нарушение территориальной целостности соседних государств, экспансия, оккупация. Мне кажется, что эти аналогии неповерхностны. Впервые после Второй мировой войны реализуются планы, которые квалифицированы были Нюрнбергским трибуналом как ведение агрессивных захватнических войн. Выхода хорошего из этой ситуации нет. Его ищут, его ищут дипломаты, самые разные, европейские, американские, вот на переговорах. Но хорошего выхода нет. Разрешить эту ситуацию можно только силовым путем. У нас на прямой телефонной связи из Женевы Жанна Беспечук, спецскор украинской службы радио «Свобода». Добрый вечер, Жанна. Каковы главные итоги сегодняшних переговоров Евросоюза, США, Украины и России? Вам слово. Добрый вечер, Андрей. Так, вот буквально несколько минут назад мы услышали основные заявления со стороны министра внешних дел России Сергея Лаврова, а также государственного секретаря США Джона Кэрри и Кэтрин Эштон, главы дипломатического ведомства ЕС. И главные итоги, которые они озвучили, я бы свела к следующему. Во-первых, придет решение о том, что все стороны с этим согласились, необходимо оперативно разоружить все незаконные вооруженные формирования, находящиеся на территории Украины. Джон Кэрри подчеркивал, что речь, в частности, идет о пророссийских, сепаратистских формированиях, поддерживаемых Россией. Сергею Лаврову также задавали уточняющий вопрос, непосредственно о каких формированиях идет речь. Он делал акцент на странном секторе в своем ответе. Это первый момент. Второй момент, на котором очень акцентировал внимание именно Джон Кэрри. Это не начало уже, собственно говоря, миссии работать, миссия ОБСЕ в Украине уже работает, но он акцентировал внимание на том, что ей следует максимально активизироваться и принять, скажем так, на данном этапе решающую международную роль, играть решающую роль в способствовании урегулированию кризиса в Украине. Именно речь идет о специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. То есть, скажем, определили международную организацию, структуру, которая будет непосредственно ответственна за способствование деэскалации конфликта в Украине. Также следует отметить то, что Джон Кэрри сообщил, что на этой встрече о санкциях относительно России речь не шла, и что ближайшие несколько дней будут решающими для определения дальнейшей стратегии международного сообщества относительно ситуации в Украине. От всех сторон задействованность так или иначе в нынешних событиях на юго-востоке Украины сегодня требует разоружения, требует вернуться в правовое поле и полностью отказаться от насилия. Несколько последующих дней это покажет, насколько действенными являются сегодняшние договоренности. Спасибо, Жанна. Да-да, спасибо. Это была Жанна Беспечук, спецкор украинской службы радио «Свобода» в Женеве. Как вы считаете, Андрей Владимирович, насколько в состоянии европейские структуры взять под контроль ситуацию на Украине? Ну, европейские структуры, во-первых, не могут взять под контроль. Речь идет о миссии ВБСЕ, которая мониторит ситуацию, только, условно говоря, ездит, смотрит, разговаривает с людьми, составляет доклады, отправляет их и так далее. Но вот то, о чем говорил Жанна, я хочу сказать, что разоружение законов вооруженного формирования это, конечно, безумно тяжелое дело. Это касается и правого сектора, это касается и Юго-Востока. Дело в том, что на том же Юго-Востоке сегодня власть лежит на улице. Она не находится в административных зданиях. Она на улице. Она на улице у тех людей, которые строят баррикады, которые готовы себя защищать и так далее. Сказать этим людям, так сказать, разберите берег баррикады, сдайте оружие, уйдите. Они будут сказать, извините, а какие нам гарантии дают, что наши требования будут выполнены? Это с одной стороны. С другой стороны, есть правый сектор, который имеет достаточно большое количество людей, особенно в Киеве, с оружием в руках, и который, с моей точки зрения, в случае попытки разрушить его, может оказать не просто сопротивление, а может просто-напросто создать совершенно новую кризисную ситуацию. Потому что правый сектор – это ключевая сила Майдана, и правый сектор в вполне состоянии, извини, с оружием в руках или без оружия в руках, прийти в Верховную Раду и сказать, так сказать, известную фразу из российской истории, «Кто тут временно из власти? Кончилось ваше время?» Вот это тоже надо понимать, что проблема разоружения – это очень тяжелая проблема, и Киев не может заставить это сделать правый сектор, а мы, соответственно, никак не можем повлиять на ситуацию на Юго-Востоке, поскольку она уже другая, она уже другая, мы могли, может быть, повлиять месяц-два назад. Сейчас, когда уже прорвалась первая кровь, когда, так сказать, прошли первые конфликты, очень трудно сказать людям, расходитесь по домам, мы там, типа, все будем делать через выборы и так далее и тому подобное. Не надо забывать, что на Юго-Востоке крайне негативное отношение к предстоящим выборам президента Украины 25 мая, и не случайно в провозглашенной Донецкой Народной Республике настаивают на том, чтобы 11 мая, за две недели до этих президентских выборов, там бы прошел референдум, который бы позволил Донбассу перейти в другое состояние. То есть, если там большинство проголосует, допустим, за федерализацию Украины и возможное присоединение к России, то, соответственно, чтобы эти результаты уже учитывались в будущем. То есть, на самом деле, вот тема практического выполнения женевских договоренностей, она может нас завести в тупик. Потому что, еще раз, заставить людей сейчас разойтись по домам, сложить оружие, это безумно тяжело. Нет такой силы, по крайней мере. С нами на прямой связи с Киевом вышел Борис Тарасюк, бывший министр иностранных дел Украины. Борис Иванович, как Вы считаете, насколько реалистичны женевские договоренности, или, может быть, стоило договориться о введении миротворческого контингента международного в некоторой области Украины? Вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер. Лично я не питал каких-то иллюзий особых относительно этих переговоров. Хотя сам факт переговоров считаю позитивным. Поскольку впервые Россия согласилась говорить о мирных, а не военных аспектах урегулирования наших разногласий, впервые Россия согласилась говорить о урегулировании, а не о агрессии и оккупации. То есть этот сам факт позитивно оцениваю. Что касается текста заявления, то поскольку я его не видел, не могу дать оценку этому тексту, но и слышал высказывания министра Лаврова. И хочу сказать несколько слов о том, что он сказал, о том, что я услышал о нем. Во-первых, тон его заявления в Женеве свидетельствует об изменении риторики российского руководства. Ну, чуть ли не белый и пушистый Лавров выступил. Если сравнить с сегодняшней пресс-конференцией Путина, то, ну, это просто миротворец. В то же время я хочу сказать, что риторика Лаврова отличается от его предыдущих выступлений, предыдущей риторики. Она говорит о том, что он больше повзаимствовал от риторики Европейского союза Соединенных Штатов Америки и Украины в своей оценке встречи и переговоров. Но, в частности, он говорит о том, что сами украинцы должны решать вопросы, в том числе и Конституции, что является, в общем-то, объективным обстоятельством. Он говорит о том, что необходимо говорить не о федерализации, как раньше он говорил, и вся российская пропаганда, а о децентрализации. Децентрализация – это тот термин, который употребляет новая украинская власть, говоря о необходимости децентрализации и о передаче больших полномочий и прав регионам. Но и в то же время нельзя не отметить того, что Лавров продолжает делать вид, что Российская Федерация будет определять то, какой будет Конституция Украины, какой будет роль русского языка в Украине. Это полномочия и прерогативы Украины, украинской власти и ее законодательного органа Верховной Раде, членом которого я являюсь, и не России определять, какой будет Конституция, какой будет роль русского языка в Украине и как мы будем осуществлять наше административно-территориальное деление. Хотя я хотел бы отметить, что появились у него реалистические нотки, и они выражаются в том, что он употребил фразу, что достойную роль русского языка. Это уже прогресс в риторике России. В то же время, очевидно, что поддерживая мониторинговую миссию ОБСЕ, он сказал, что нужно, чтобы она объективно работала. Очевидно, не нравится России то, что миссия ОБСЕ признала, что нет никакого притеснения русскоязычных граждан Украины, и это не нравится России, это не вкладывается в ее пропагандистские идеологии. Но, в принципе, я более позитивно оцениваю риторику российского министра иностранных дел, нежели действия России в Украине, в Крыму и на Юго-Востоке. Спасибо, Борис Иванович. Это Борис Тарасюк, бывший миссия ОБСЕ Украины. Вопрос к Виктору Александровичу Кременюку. Как Вы считаете, неэффективнее ли было сформировать миротворческий контингент международный и ввести его в наиболее горячие точки Украины? Ну, зачем? Я думаю, что вот эти разговоры, они сейчас ведутся по поводу сформирования какого-то контингента. Ну, в общем, они такие немного, что действительно унизительные для Украины. Там что, нет дееспособного правительства, что ли? Там что, нет дееспособной власти? Есть, и вполне можно справиться с этими задачами, если и не мешать, конечно. Поэтому, мне кажется, знаете, это, наверное, чья-то попытка, уж нетрудно проследить, увести в сторону дискуссии от того, что действительно нужно. Я вот слушал внимательно Бориса Ивановича, да? Ну, конечно же, так сказать, Россия начинает где-то, так сказать, менять и тональность своего отношения, и подход, потому что Россия начинает, все-таки те, кто делает внешнюю политику России, и все начинают понимать, что это не функция России урегулирования украинского кризиса. Россия здесь может только участвовать вместе со всеми. И тут проверяется, так сказать, на самом деле, не на словах, а на самом-то деле, Россия способна вот так вот участвовать в таких коллективных мероприятиях. Она, так сказать, может здесь сделать какой-то позитивный, конструктивный вклад, или будет продолжать, так сказать, заниматься пропагандистскими какие-то упражнениями. Это серьезный тест на зрелость, это серьезный тест такой на реальные способности внешней политики России сегодня, что-то такое сделать. Это очень серьезный момент, вот, так сказать, он где-то идет. Что касается вот этих вот разговоров, ну, вы сами понимаете, наверное, вы тоже человек опытный, знаете, что такое международные силы? Господи, это такая возня, это ООНовская бюрократия, это комплектование тех сил, которые иногда занимают по несколько месяцев, понимаете. Это просто... И потом, в итоге, нулевая, нулевая эффективность. Поэтому я думаю, что здесь об этом лучше не говорить. Андрей Владимирович, вы заметили перемены в риторике Сергея Лаврова? Ну, вы знаете, любой министр национальных дел, он всегда должен говорить гораздо гибче, чем говорят политические силы внутри страны. Это обязанность, в принципе, любого министра национальных дел. Да, я заметил, но ведь вопрос заключается в другом. Не в том, что сказал Лавров, а в том, как будет развиваться ситуация внутри Украины. Я еще раз говорю, проблема заключается в том, что ситуация на юго-востоке Украины во многом уже вышла из-под какого-либо контроля. И сейчас, если вернуться к идее миротворческих сил, да, куда их вводить? Там нет четких линий разделения. Там, что город, там, Луганск пополам делить, или Харьков пополам делить, там, и прочее, прочее. Или, там, площадь Ленина делить пополам. Это невозможно, значит. Но я еще раз говорю, что на уровень министров можно говорить одно. Как будет развиваться ситуация в Украине, это совершенно другая ситуация. Потому что там есть свои лидеры, там есть свои интересы, понимаете. И вот то, о чем говорил Борис Иванович, понимаете. Да, значит, Лавров говорил о значимости русского языка, па-па-па-па. Все хорошо. Но для людей, которые живут в Луганске, в Донецке и так далее, для них это не аргумент. Для них единственный аргумент – это законодательное закрепление русского языка как второго государственного. И эти люди будут требовать этого до конца. И Лавров для них не указ, понимаете. Поэтому здесь, я говорю, мы сейчас только находимся, не надо иллюзий никаких. Мы находимся только на самом первичном этапе урегулированной ситуации. И опять же, она в любой момент может быть взорвана изнутри, на Украине, на самой. Не в результате внешних действий, потому что Лавров что-то не так скажет, или Керри что-то не так скажет. А именно в результате тех локальных конфликтов, которые сегодня есть в отдельных точках Юго-Востока Украины. Политик Константин Боровой полагает, что инструменты дипломатического решения конфликта уже исчерпаны. Я считаю, что инструменты дипломатического решения проблем исчерпаны. Теперь все зависит от того, как быстро Запад придет к пониманию этого печального факта. Потому что если не остановить эту агрессию, то она, естественно, продолжится и на территории Восточной и Южной Украины. Безусловно, возможны провокации и какие-то действия в Латвии. Безусловно, речь идет о продвижении российских войск на территорию Молдовы, Приднестровья. Если не понимать, что конечная цель, точно так же, как у милитаристской нацистской Германии, переделка мира, цивилизованному сообществу придется столкнуться с этой агрессивной военной практикой. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Санкции символические не производят никакого впечатления. Об этом Путин на этой встрече заявлял. Посмеялся над возможностью санкций, связанной с энергоносителями. Я просто посмеялся, объяснил, почему это невозможно с его точки зрения. Вы доверяете тем снимкам, которые представила руководство НАТО, Виктор Александрович? Я не специалист по этим вопросам. Доверяю, не доверяю. Снимки есть. Российская страна спаривает их подлинно, считая, что это снимки из другого какого-то времени. Ну, никто разбираться пока, насколько я понимаю, всерьез не собирается. Снимки отвечают реально, не отвечают. Есть снимки, но самое главное, конечно, то, что не отрицается. Есть войска. А войска это всегда опасность. Это всегда угрозы. Потому что войска просто так, так сказать, по стране не ездят. Их концентрируют там, где что-то предполагается сделать. Ну, это, кстати, элементарные вещи, я вам говорю, может быть, наши слушатели даже обидятся, понимаете. Но, в принципе, если эти войска есть и предвинуты, значит, так сказать, сигнал тревоги вполне обоснован. И то, что, так сказать, Запад пытается по этому поводу формулировать свою позицию, тоже вполне понятно. Потому что, еще раз говорю, кстати, вот вопрос здесь идет не просто об отношении к России, вопрос идет о доверии, вопрос идет о предсказуемости действий России. Потому что большая держава, она же не может действовать действительно как хулиган в подворотне, да? Она должна действовать так, чтобы все вокруг понимали, что это за держава, какие ее цели и что она способна сделать. Это просто обязанность такая вот большой держава. Ведь тогда не нужно быть большой державой, нужно оставаться какой-нибудь, так сказать, там, в Самарской области. Вот. И с этой точки зрения, конечно, вот вопрос о войсках, он может приобрести очень серьезное значение. Зачем они там? Почему они не отводятся? Хотя, уже ведь обещали их отвезти. Было, кстати, сказано, значит, и призналось со стороны, с российской стороны, что действительно надо бы разрядить ситуацию там. Вот сейчас, мне кажется, то, что будет параллельно идти в Женеве, ну, обсуждение Украины, возможности, выхода из ситуации, параллельно еще и будет, насколько другие участники ситуации могут доверять друг другу и верить их словам и заверениям. Спасибо. Вопрос Андрею Владимировичу. Насколько важно, что у президента Путина хватило мудрости признать, что в Крыму действовали не какие-то абстрактные ополченцы, которые купили камуфляж в магазине, а профессионалы из российского спецназа? Ну, это не профессионалы из российского спецназа, это, прежде всего, профессионалы из тех воинских частей, которые находились на территории Крыма. Это не лица, которые были импортированы, условно говоря, на Украину, это из числа тех военнослужащих, которые уже находились в Крыму. Это достаточно честное, нормальное признание, но, вы знаете, у специалистов-то это не вызывало никаких сомнений с самого начала, понимаете? И в той ситуации, видимо, другого решения не могло быть, потому что только вот этот воинский контингент мог действительно гарантировать порядок, спокойствие. И, кстати, может быть, именно благодаря ему, в общем, ситуация в Крыму разрешилась абсолютно мирно, фактически, чего никто не ждал. Борис Иванович, вот, Тарасику вопрос. Насколько важным было признание России то, что вот эти абстрактные зеленые человечки – это ее военные, Борис Иванович? Вам слово. Это просто говорит о том, что ложь является официальной политикой России. И главным носителем этой лжи является президент России. Президент России, вспомним, говорил о том, что в Крыму нет никаких военнослужащих России, что это местное население, силы сопротивления, самооборона и так далее. Сегодня президент России публично признал факт того, что были военнослужащие российские. В то же время сегодня президент России отрицает факт наличия российских диверсантов на территории юго-восточных областей Украины. Пройдет некоторое время, и тот же президент признает, да, действительно были наши военнослужащие. Мы знаем, из каких особых частей главного разведывательного управления Министерства обороны России они находятся и в юго-восточных областях нашей страны сейчас, и те, которые были в Крыму. То есть это показатель большой лжи, который используется руководством России для того, чтобы ввести в заблуждение российское общество, прежде всего навязать ему несуществующую картину действий российской власти и российской военщины, и для того, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность. Я считаю, что Россия должна понимать, что если ее президент отказывается от наличия на территории Украины российских военнослужащих, значит они могут быть, будучи с оружием, убиты в любой момент. И тогда российский президент должен нести ответственность за жизни русских военнослужащих, погибших на территории Украины. Потому что во всем мире понимают, что если есть вооруженные люди с вооружением, не идентифицированные, которые ведут операции по захвату зданий, по мятежам, значит их нужно уничтожать. В общем-то, любое уважающее себя государство должно это делать. Поэтому президент России фактически оставил безоружными и беззащитными российских граждан, которые находятся в спецоперациях на территории Украины. Политик Константин Боровой считает, что вопреки социологии электоральная база Владимира Путина сокращается. Электоральная база, количество союзников, поддержки сокращается. Тем не менее, у Путина, несмотря на то, что в ЦИОМ сообщают о поддержке на уровне 90%, такой оздоравливающий эффект произведен, безусловно, санкциями. Часть сегодняшней дискуссии был посвящен снижающимся заработным платам и повышающимся ценам на продукты, на ЖКХ. В этих условиях, так же, как в некоторой степени в 1999 году, Путину приходится опираться на силовые структуры, на милитаристские призывы, милитаристские действия. Сам приход Путина к власти, это ведь была спецоперация, спровоцировавшая рейд Басаева. Ну, в общем, военные действия. Перед этим военные действия на территории Чечни. Но вот то, что происходит сейчас, очень напоминает те события. Опять происходит милитаризация, опять общество прямо или косвенно запугивается. Вопрос Виктора Александровича Кременникова. Как, по-вашему, заплатит ли Россия ту цену за свои действия, о которой говорил президент Обама? А что, можете пояснить, что вы имеете в виду? Ну, он сказал, что всякая агрессия... А, понял, понял, да, о чем вы говорите. Ну, как сказать, заплатить? Понимаете, есть вещи, за которые, хочешь не хочешь, приходится платить. Можно, так еще раз говорю, сделать вид, можно даже посмеяться и так далее. Но за любую какую-то акцию чем-то мы расплачиваемся. Хорошую или дурную, так сказать, или прочую, и прочую, и так далее. Россия, конечно, вот за то, что она сейчас, как она сейчас себя держит на Украине и с Украиной, может получиться так, что придется очень горько расплачиваться. Хотя, еще раз говорю, понимаете, пока еще хватает здравого смысла, хватает еще чувства ответственности, чтобы понимать, что здесь Россия могла бы поменять свой образ действий и действительно поучаствовать чуть ли не активно в решении украинской проблемы. Безусловно, сейчас мы видим, что Украина нуждается в какой-то поддержке и в помощи. Там есть проблемы, связанные, может быть, с незрелостью государственного аппарата, связанные с какими-то историческими особенностями, еще там связаны с чем-то... Короче говоря, очень много есть таких вещей, которые поневолюсо... Ну, другие страны, которые находятся с Украиной в каких-то отношениях, должны видеть, понимать и каким-то образом реагировать. Вот сейчас тест такой вот. Вот как себя Россия поведет на этих контактах? Возьмет ли она себя функцию помогать Украине выйти из этого положения? Тогда перспектива одна. Тогда действительно, кто бы ни был у власти в Украине, Россия будет оставаться действительно в глазах многих украинцев, в их сознании другом, действительно родственником, который тяжелую минуту всегда придет на помощь. Поведет себя иначе, значит, так сказать, будет отношение другое. Значит, так сказать, толкнет Украину дальше на Запад. Вот, мне кажется, в каком-то смысле вот Обама имел в виду, что сейчас как бы мяч на стороне российской. Как она... Что она решит делать дальше? Она может пойти по одному пути, может пойти по другому пути. Выбор за нами. Андрей Владимирович, как по-вашему, чувствовалась ли тревога в словах президента о падении цен на нефть и на газ? Ну, особой тревоги нет, потому что цена на нефть сейчас достаточно высокая, и нефть – это наша основа, как говорится. Я не думаю, что в ближайший месяц-полтора цена на нефть резко упадет вниз, потому что очень многое зависит от двух ключевых игроков сейчас. Это Саудовская Аравия, с одной стороны, и Иран. То есть, здесь вопрос в связи с том, что американцы просят Саудовскую Аравию опустить цены на нефть, Иран тоже готов опустить цены на нефть из других совершенно соображений, чтобы увеличить свой экспорт, получить как можно быстрее деньги. Для нас это, конечно, плохой будет сигнал, но пока особого беспокойства не должно быть. Пока беспокойство должно быть, я думаю, о другом, о том, каким образом вся эта ситуация приведет нас на какой уровень инфляции в конце года. Потому что то, что сегодня президент говорил о том, что возможно все-таки удержать в пределах 6-6,5% инфляцию годовую, я думаю, что это будет очень трудно сделать, если будут применены хотя бы какие-то более-менее серьезные экономические санкции. Борис Иванович, Торосюков вопрос. Как по-вашему, как скоро придут Москва и Киев к соглашению по газу? Я внимательно слушал Андрея Владимировича. И чтобы высказать свое мнение относительно электоральной базы Путина, относительно того, что Россия готова помогать Украине, относительно того, что государственный аппарат в Украине, дескать, но неопытный. Что я хочу сказать, что Советский Союз завалился и развалился из-за милитаризации. То же самое ждет Россию, если она будет продолжать такую политику. Я прогнозирую очень серьезные проблемы, экономические проблемы для России. И, может быть, возможно, именно из-за того, что в России осознали, наконец, серьезность санкций, в силу использования тех факторов, о которых говорил Андрей Владимирович, а именно выброс серьезных резервов нефти на мировой рынок приведет к кардинальному падению цены на нефть, которая подорвет экономику России. А в случае продолжения этой агрессивной политики России это может привести к применению так называемой третьей волны санкций, включая в том числе изоляцию российской финансовой и банковской системы от глобальной банковской системы. И вот тогда я прогнозирую, Россию ожидают и российские граждане очень серьезные проблемы. Я понимаю, что российские граждане не хотят проблем для себя, но то, что сегодня большинство граждан России поддерживают агрессию против Украины, говорит о том, что российское общество больно, так же, как и российская политическая элита. И тут нет речи даже говорить о том, что оно опытное государственное управление или нет. Просто российская политическая элита и российское общество больны имперским синдромом, и за это нужно будет рано или поздно расплачиваться. Не все это сознают, но российское руководство должно бы сознавать последствия такой политики. Боже нас упаси от помощи России. За 22 года, что я имею дело с Россией, еще до того момента, когда Россия и Украина стали независимыми государствами, я пришел к глубокому убеждению, что Россия никогда не была безвозмездным бенефициаром для украинской экономики, никогда не будет им, и всегда действовала лишь в своих интересах, и подрывала интересы, экономические интересы Украины. Что касается газа, то я думаю, что Россию серьезные испытания ожидают. Если она будет продолжать проводить свою политику, Европейский Союз уже наконец начал проводить совместную политику энергетической безопасности, что приведет к уменьшению зависимости Европейского Союза от поставок газа со стороны России, увеличению экспорта сланцевого газа из Соединенных Штатов Америки в страны Европейского Союза и Украину, и это подорвет серьезно геополитические интересы и устои России. Спасибо, Борис Иванович. Давайте дадим слово Виктору Александровичу Кременюку. Как Вы считаете, Викторе Александровичу, удастся ли недоброжелателям сорвать президентские выборы 25 мая, хотя бы в некоторых областях Украины? Ну, попытки будут, наверное, что же, знаете, сейчас Украина действительно представляет из себя иногда такой какой-то лагерь непонятный, там все бродят, кто с оружием, кто без оружия, настроение меняется, меняется вектор этих настроений и так далее, поэтому, безусловно, попытки будут. Но мне кажется, Вы знаете, сейчас начинает обретать какую-то осязаемость, фактор усталости населения от этих бесконечных перемен. Ведь фактически, скажем, там с ноября прошлого года, да, это уже декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, все время идет вот эта вот неустойчивость. Люди хотят, наконец, ощутить под ногами какую-то твердую почву и хотят устойчивости. Это им может принести, могут принести выборы. Выборы такие, может быть, напряженные, выборы, естественно, с борьбой какой-то большой, но результат, который, кстати, эти выборы принесут, он будет многими воспринят как начало возрождения, начало какого-то, кстати, успокоения в стране и возрождения украинской державы. Я думаю, с этой точки зрения, надо ожидать, что все-таки, да, будут трудности, но все-таки выборы состоятся. Вы как считаете, Андрей Владимирович? Я считаю, что риск отмены президентских выборов очень высокий и связан с двумя факторами. Первый фактор – это ситуация на юго-востоке Украины, где подавляющее большинство населения не видит смысла в этих выборах до того, пока не будет урегулирован вопрос о новой конституции Украины, и не решен вопрос о ее или федерализации, или автономизации, там, как угодно можно термин использовать. И вторая вещь – это тот же правый сектор, который не заинтересован особенно в проведении этих выборов, потому что в этом случае это сузит поле для их маневра. То есть, на самом деле, мы еще должны иметь в виду, что у нас президентской кампании на Украине пока нет. Спасибо. Напомню, что вместе с нашими гостями мы обсуждали итоги женевских переговоров по украинскому вопросу. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова